Привет, друзья! С большой радостью сообщаю всем, кто интересуется логикой, что отныне существует маленькая, очень простенькая и удобная программка, которая бесконечно практически генерирует логические примеры для того, чтобы вы могли тренировать логику. И эти примеры еще и разного уровня сложности. Очень маленькая программка, которую написал человек из моего сообщества Государство 3.0, где мы занимаемся на регулярной основе грамотным мышлением. Так вот, этот замечательный человек, которого зовут Игорь из города Киселевск, вот он взял и специально потратил усилия, написал эту программку. Как это выглядит? Вы ее запускаете. Вот такой у вас в панельке появляется ярлычок с надписью Logic. И пожалуйста, просто нажимаете генерировать и вы можете нажать кнопку копировать и занести это в буфер обмена и куда-нибудь потом перенести в блокнот или еще куда-нибудь в текстовый редактор. Можете генерировать еще, еще, еще. Программка запоминает эти примеры и можно отлистать назад на предыдущий пример и снова листать вперед. Это просто отлично. Уровни можно уменьшать и увеличивать. Пожалуйста, любой новый уровень генерируйте. И, собственно, в этом и все заключается. Еще есть кнопочка инфо. Если вы сюда нажмете, то вам здесь покажет, сколько уникальных комбинаций. Это, на самом деле, сам этот человек, автор программы, не математик. И мы с ним советовались, как правильно посчитать количество этих комбинаций. Возможно, здесь что-то не очень точно, но в любом случае это не миллиарды, не триллионы и даже не квинтиллионы. Это еще, там, наверное, в миллиард раз больше, чем квинтиллионы. То есть практически бесконечно. Тут как, наверное, атомов во Вселенной. Вашей жизни не хватит, чтобы даже увидеть сотую часть этих примеров. И все. Иногда, возможно, будут какие-то обновления выходить на эту программку. И можно будет нажать кнопочку, проверить обновления, скачать. Можно также, если вы обнаружите какой-нибудь баг, то можно отправить сообщение об этом баге на вот эту почту. Но имейте в виду, да, могут написать кто угодно. И много разных людей напишут от безделья, поэтому не ждите, что автор будет вам отвечать. Баги могут быть, потому что, ну, знаете, как один человек на своем личном каком-то энтузиазме и порыве, совершенно бесплатно, кстати, вот сделал такую программку. И он сам по ходу вникал, как это все должно работать. И был один баг, где примеры некорректные выдавало. Примеры, которые при попытке решения, там, вторая посылка лишала смысла первую посылку. И, возможно, что-то где-то такое еще будет. То есть, если баг такой найдете, то можно прямо с пометочкой написать на почту, что вот обнаружен баг, там, вот, хочу помочь, там, подсказать. Ну и все. То есть, можно программку сделать поверх окон. Все, стрелочкой возвращайтесь сюда. И, пожалуйста, бесконечно генерируйте, ставите, там, допустим, любитель. И генерируйте эти примеры, генерируйте, и генерируйте, и тренируйтесь. Это очень поможет и нам в занятиях. Но также вы можете эту программку, ссылки обязательно, конечно же, в описании. Ссылочку дам на Яндекс.Диск автора и себе дублирую тоже на Яндекс.Диск. И зеркалом вторую ссылочку размещаю. Если вы это видео увидите в соцсетях, то, и вдруг не увидите, то, не увидите ссылок, то переходите на YouTube и в описании на YouTube, пожалуйста, ссылочки. И, собственно, хочу вас не то, чтобы призвать, тут дело вообще даже не в рекламе и ни в чем, а люди просто, в принципе, ну, где-то преподают логику, где-то занимаются логикой. И вот эта штучка, ну, просто им будет очень полезна. Если вы знаете, что кто-то интересуется логикой, то просто подскажите знакомым, что вот есть теперь такая штука, которую можно где угодно. И в университетах преподаватель это может использовать, чтобы не выдумывать какие-то примеры в каких-то методичках, еще в чем-то. Где угодно, пожалуйста, любой, кто этим занимается, какие-то занятия с детьми, можно генерировать примеры разной сложности. Вот, собственно, спасибо за внимание, а мы продолжим наш курс грамотного мышления уже с более сложными логическими примерами. Увидимся в следующих роликах. С вами был Торвальд. Пока.